Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Чё? Отправляйся в бой, комбатант номер шесть, и затрепещет вселенная пред нашей силой. Минутку, дамы, а вы чё несёте? Я чё-то не врубаюсь. И во что же ты не врубаешься? Да вообще во всё. Во-первых, как я попаду на другую планету? Если б мог, давно б жил там, где только большегруды и цыпочки. Солдат. Короче, ладу, порты и наряды, хоть глаз радуют. Но эти ваши титулы дурацкие, ещё и сказки про вселенную, у меня от них уши вянут. Что? Никакие они не упоротые, грубиян. Ах ты, какие, говоришь, титулы у нас? Хватило же тебе наглости и смерть. Перед тобой пылающие белиалы, ледяная астарот. А ты смеешь оскорблениями сыпать? Ты чего распсиховалась, Юкаль? Слабо родителям эту ересь повторить, а? Солдат! Никаких больше имён и родителей. Представь, что Земля подчинилась нам. Как думаешь, что будет с комбатантами? А? Мы станем владыками мира и до самой смерти будем вкушать все её грешные плоды. Ты глупец, Шестой. Солдат будет ждать сокращения. В смысле нас уволят? Вот именно. Чего? Сфига! Это с какого-то такого перепугу? Вы всё моё тело извратили! И хотите потом избавиться от меня? Я буду хорошим мужем! Мы вполне можем ужиться и после всего... Это ещё не всё. Позволь представить моё второе величайшее творение. Алиса, подойди. А это ещё что за малолетка? Ты кого малолеткой назвал, пёс? Твоё место кости грызть в углу. Ты чё там вякнула? Нарыбаешься, сопля? Я так тупоэт целой корпорации зла и даже детишек щадить не стану. Да? Тогда попробуй меня ударить. Движок внутри меня сразу взбесится, а здесь образуется кратер. Рискни и посмотрим, что от тебя останется. Чё? И да, к твоему сведению, моё наименование не малолетка. Я красавица-андроид компании Кисараги. Реально? Ещё как реально. Её зовут Алиса. Продвинутый андроид поддержки, которого я собрала для тебя. В моей базе данных ты указан как дурак. Поэтому на задании я буду думать за тебя. Да ну её в пень. Мне эта взрывоопасная язва на задании не нужна. Я сам управлюсь. Всякое, конечно, бывало. Но мне здесь очень нравится. Мы вместе тянули на себе Кисараги. Да, я без понятия, что меня ждёт впереди, но... Я постараюсь вернуться на своих двоих. Дурак ты, шестой! Запомни, ты обязан вернуться сюда живым и здоровым. А ещё каждую неделю присылай нам отчёт по работе. И прошу, не забывай в нём указывать, как у тебя дела. Госпожа Астарот. А можно перед отправкой вас пожамкать? А? Поцелуй хоть на дорожку. Я не ослышался! Мне положен поцелуй! Что-то меня дрожь пробрала. Ты чего разнервничалась, псинка? Если будет ошибка, просто восстановишься с бэкапа. Ты что, совсем дурная? Человек не компьютер сохранится и загрузится вообще-то не может. Лапу прочь, шавка. Это же наша гениальная Лилит. Она ошибок не допускает. А чего это? Взгляд все отвели. Какова вероятность успеха телепортации? А опыты проводили? На данный момент надеемся на 100% успеха. А про опыты я промолчу. Что? Только не говори мне, что на опытах было меньше 10. Слушай меня внимательно, номер шестой. Если во время опытов произойдёт ЧП, хана. Считай, статистика пойдёт по одному месту. Извините, но я, пожалуй, откажусь от заданий. Номер шестой. Я верю, что ты вернёшься живым. Ну всё, вперёд! Пойдём так быстро! Никакая ты не гений! Стоя Лилит! Это не портал, а круто железо! Отправляйся! Всё-таки эта деваха тупая! Идиот, лёгик поискать! До поверхности примерно 3000 метров. Алиса, ты же у нас продвинутый андроид! Наверняка он в самолёт превращаешься! Сейчас самое время! Моя единственная встроенная функция — самоподрыв, не более. Хлопань андроид! Самоподрыв — душа злодейств. Хватайся, это парашют. Только с посадкой не напортать. Если я на скорости влечу в землю, вокруг камня на камне не останется. На кой мне вспомогательный андроид, рядом с которым опаснее, чем на задании? К чёрту, не будем строить аванпост. Соберём здесь портал и вернёмся назад. Я этой коротышке устрою. Найду у неё сиськи и буду мять, пока не разрыдается. Да, ответь. На что ты их обычно тратишь? По задумке их надо тратить на лучшую экипировку. Так хоть немного сильнее сможешь стать. А ты, полагаю, закупаешься порнографией под соусом обязательных расходов. Потому и сидишь до сих пор в шестёрках. А почему это звучит так, будто ты видела? И вообще, хватит жадничать. Запроси новейшую экипировку. Тогда я, Великий Шестой, справлюсь с любым врагом. Водопадщица развела меня. Я не подвоему, как земля, что ты и не припомнила на тех монстров. Слышь, с каких-то пор роботы прячутся за человеком. Я продвинутый андроид, как-никак. Для большего реализма, мои боевые способности, как у маленькой девочки. И оно меня сейчас сожрёт! Охренеть, не встать, не уступает мне в силе! Круто. Оно не слабее комбатанта, прошедшего модификацию. Да ещё и в боевом костюме. Живность тут представляет опасность. Алё, центральная, по-твоему, ситуация располагает к анализу? Подскажи, что делать? Я бестолковая жестянка. Ничем помочь не могу. Справляйся сам же только. Пожалуйста, спаси меня! Прошу тебя! Танцуру! Ши! Мунашари! А! И оружие при вас я не наблюдаю. Кто вы вообще такие? Со мной что-то не так. Кажется, во мне пробудился странный дар. Я понимаю то, что она говорит. Я, конечно, и без того сильный был, а тут ещё и навык пробудился. Что ж дальше-то будет? Не улавливаю ход твоей дурной мысли. Просто я использую чип в твоей голове, чтобы передать языковые данные, которые усвоила сама. Чип? С этой хренью и такое можно? А я не в курсе был. Жутко теперь, знаешь ли. Мы прибыли из далёкой страны. Там мой спутник занимал высокий пост. Он был командиром. Сражался, защищая простой люд. Но случилась беда. Но когда он спасал меня из лап порочного разбойника, был сильно ранен. И, к сожалению, несколько тронулся умом. Чего? Правда, я сама им не владею. Очень немногие обладают талантом к магии. Талантом к магии. Эксплужин! Бедная девочка. Кажется, я стала понимать, что означает тронулся умом. Не обращай внимания. Я уже смирилась. Не сердитесь. Уверена, вас ещё наградят за то, что нашли столь полезных людей. Ага! А, ясно. Вон оно, значит, что. Втиралась к нам в доверие, с работы обещала помочь. А сама с ума сходила, но хотела заполучить силушку мою, а их придачу сексуальное тело, да? Довольно, но мне надо. И да, чуть не забыла, путники. Мы же поделим лавры, ну троих. Не подведите. С какой, кстати, нам с ней делиться? Она же не делает ничего. Может, я бы корову мычала. Пожалуйста, задайте пароль. Фестиваль Писюнов! Задан пароль. Фестиваль Писюнов. Ты совсем с головой не дружишь, Шавка? Подумай, Алиса. Этот пароль называет королевская персона на публике. Писюнов. Я смогу полюбоваться смущенным лицом телес, а заодно и неплохо заработать очков зла. Алло, гараж. Телес вообще-то не одна в королевской семье. Фестиваль Писюнов! Есть и король. А он, скорее всего, дядя в летах. А ты обрёк его кричать пароль, который придумал школьник, да ещё и без фантазии. Что ж делать-то? Да, видится мне, что кашу я заварил не сладкую. Господин Шестой, вы не расскажете, какую кашу? Идёт начисление очков зла. По всему, реальной политикой здесь занимается принцесса. А вот от короля прям несёт отеческая глупость его. Ага, я тебя понял. Подкатывать надо к Телес. Это я запросто. Да тихо! Эти проходимцы осквернили наш драгоценный артефакт. Возможно, он подосланный шпион. Да? А ты, значит, изменница, которая пустила злодея во двор. Это прокол. Я изменница? Да как ты смеешь? В королевстве нет никого, кто был бы преданнее меня, её высочеству. Презренной памятью тебе будет лишь ржавчина на моём флеймсапере. Тогда я напомню тебе, что принцесса взяла меня на службу. А ты самовольно решила убить её солдата? А ещё, дорогая наша капитанша, ты забыла, что дала нам слово. Напомнить какое? Не понимаю, о чём ты. Я возьму всю вину на себя. Сама же так сказала. А что это значит? Если планируешь какую-нибудь гнусность, советую продумать всё дважды. Тебе самой не стыдно на нас срываться за то, что разжаловали за твои же косяки? Лошара! Лошара! Нет, никто меня... Зудаю, что в эту красивую сказку верит только она сама. Ну, а как иначе? Это ведь из-за неё осквернили национальное достояние. Обычное наказание за такую повинность – смерть. А ты ещё пытаешься нам зубы заговаривать, посмежища. Что? Алиса! Не поняла, ты почему так со мной разговариваешь? Ты тут только что огрызалась шестому, так что и не пытайся меня одёрнуть. Крехоблотка, ты недобитая. Какие же вы мрати! Давай дыши, плюнь на это, жи мимо этой же, похуй ты летишь. Ну же, расскажи, что не хочешь жить, что...